Всё, в эфире. Ребят, привет! Как обычно, задавайте вопросы. И я бы сегодня хотела открыть такую тему. Тему про сон. Смерть во сне и наяву. Мы с вами уже неоднократно говорили про сон. Есть ли сон? Меня многие спрашивают, сплю ли я. И я понимаю, что... Я понимаю со временем, что мне проще сказать человеку, что я сплю. Потому что я на протяжении какого-то времени транслировала то, что в определённом состоянии, когда ты находишься, когда организму не нужно что-то переваривать, когда организму не нужно что-то... сосредотачиваться на выведении чего-то, то у тебя идут другие процессы. И ты находишься как бы не во сне. Я уже много раз этот момент говорила, обрисовывала с разных позиций. И это больше, наверное, такое... Больше медитативное, наверное, даже состояние. Ты не находишься ни там, ни здесь. Ты в этот момент именно в том процессе, в котором ты на сегодняшний день есть. Он истинный. Но меня каждый день некоторые люди спрашивают. Ты сегодня спала? И я поняла, что как бы рассказывать, опять говорить, что это не сон, это другое, это ещё что-то... Оно не надо. И я говорю, да, да, я спала. И, наверное, я бы хотела... Я бы хотела немножечко больше углубиться в тему сна с позиции нашего физического тела. Это чтобы было понимание, наверное, как наша физика себя ведёт. Хотя я больше, чем уверена, что вы об этом знаете. Но вы поймёте, о чём я говорю чуть дальше, да? Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что во сне сердечно-сосудистая система, она у едящего человека. Давайте начнём с этого. У человека, который кушает, и сон ему нужен, то есть если он будет вне сна, я могу сразу сказать, что когда я кушала, мне было очень сложно не спать. Но это было прям через какую-то аскезу. Я думала, что же это такое? Я, наверное, сейчас буду депридировать сон, посмотрю, какие процессы у меня будут включаться в моём организме. Но это даже не про процессы включения в организме, да? А это больше про то, а на что ещё твой организм готов. Это как такой внештатный договор сам с собой. Но это ни в коем случае не про познание своего тела. И когда вы кушаете и отходите ко сну, чтобы у вас в вашем организме были определённые процессы, то естественно, сердечно-сосудистая система, она более-менее так успокаивается, наверное, так это можно назвать. Уровень артериального давления, верхнее, нижнее, среднее, оно заметно падает. И процесс называется тэппингом, когда на 10-20% артериального давления именно во сне. И нехватка сна увеличивает, нехватка сна, когда мы кушаем, она увеличивает риски сердечно-сосудистой системе, в частности, артериальной гипертонии. Потому как, помимо того, что организму нужно переработать, вывести, называйте как хотите, то, что вы употребили внутрь, ему ещё нужно это всё перевести в энергию, которая моментально перерабатывается в ваш актив. То есть, это такое стирание, то есть, старение откуда пошло, это же то же самое стирание, да, что, ну, просто наши сосуды, они не выдерживают. Почему некоторых животных, например, которым невозможно определить по каким-то параметрам, сколько ему, какой у него возраст, определяются по сосудам, в каком состоянии сосуды. Это касаемо и людей. И я, вы, наверное, знаете мою историю, но кто не знает, что как раз, когда мне сказали, что мне осталось жить там два месяца, это было связано в первую очередь с тем, что гормоны разъели уже до такой степени моё, мои сосуды, что у меня постоянно они рвались. То есть, как только мне ставили какую-либо капельницу, если мне, я ставила какой-то укол с гормоном, капельницу, неважно, сосуды не выдерживали, они моментально рвались. И это уже было, то есть, и я и дышать не могла, и капельницу поставить не могла. Ну, то есть, уже в таком вот состоянии, когда полностью разобран организм. И, конечно же, увеличивается активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, когда мы сокращаем, когда вы сокращаете сон на еде. Именно поэтому я всегда говорю, что нужно очень бережно относиться к своему организму, и если вы что-то делаете, какие-то продукты кушаете, каким-то спортом занимаетесь, какой-либо депривацией занимаетесь, депривацией сна, еды, социальных привычек, абсолютно неважно. Вы всегда должны понимать, что это должно быть очень постепенно. Да, это должно быть постепенно. И когда мне ребята пишут, что, Свет, готовы там заплатить такие-то деньги, такие-то деньги, чтобы ты нас перевела в автономию, сколько это нужно по времени. И совсем недавно мне написал мужчина, он говорит, у меня есть все. У меня есть деньги, у меня есть яхты, дома, бриллианты, пароходы, луноходы, все есть. Но я понимаю, что мне на сегодняшний день вот столько-то лет, и у меня не будет возможности в ближайшее время этим, через какое-то время этим воспользоваться. То есть зачем я большую часть жизни это зарабатывал, чтобы что? Чтобы сейчас я какой-то вот кусочек вот этим попользовался, и мне нужно перейти вот на этот образ жизни, я готов платить любые деньги, чтобы дальше этим пользоваться. Понимаете, о чем этот разговор? Этот разговор о волшебной таблетке, опять же, о той волшебной таблетке, что я сейчас тебе заплачу, как всем, я уже привык платить, а себе ты привык платить? Ты же у себя на сегодняшний день привык только отнимать. Отнимать, отнимать, отнимать. То есть смотрите, какая иллюзия получается. Иллюзия того, что вы есть на самом деле. Когда вы думаете, что вы зарабатываете какие-то какие-то блага, материальные блага, вы зарабатываете, вы думаете, я себе сейчас это все заработаю, я себе вот это даю, я себе вот это делаю, это делаю, это делаю, это делаю, еще могу там многим людям сделать. И когда у вас приходит определенный рубеж чего-то, не могу мне по лампе этот клоп ползает туда-сюда, туда-сюда, он скоро либо уже на меня перелетит, либо так и будет, спортсмен просто какой-то. А по факту вы в привычке отнимать у себя. То есть вот вы здесь у себя отняли, вы здесь что-то сделали то, что не приносило вам жизни. То есть почему человек хочет продлить жизнь? Вы всегда хотите продлить только то, чего у вас нет. Вам показалось, что это ну как бы хорошо, но я хочу еще, а можно еще и еще. Это связано абсолютно со всем. Ребят, база абсолютно единая. Это связано с едой, что-то вкусное попробовали и захотели еще. Это связано с какой-то одеждой, она очень удобная, понравилась и захотелось еще. Это связано с какими-то путешествиями, очень интересной и захотелось еще. и вот захотелось еще, это всегда то, чего у вас нет. Потому что как когда-то у вас есть, вам еще не хочется. и тут смотрите, такой выстраивается алгоритм обмана самого себя. Вот возьмем самое элементарное, может быть, это такой грубейший пример, но все равно, зато вы точно поймете, о чем я говорю. вот есть семья, женщина, абсолютно неважно, и у нее есть один ребенок, второй ребенок, и она говорит, хочу еще. И вот она может еще хотеть и еще рожать ровно столько, сколько она будет хочу еще, вот это хочу еще, потому что она не восполняется вот этим. но хочу еще это всегда хочу следующего еще, то есть вот это еще себя изжило по каким-то причинам, по тем причинам невовлеченности вот в эту жизнь. И хочу еще начинается еще, еще, потому что невозможно, то есть хочу еще это хочу первого ребенка, хочу второго, хочу третьего, хочу двадцать пятого ребенка. я не про то, что это плохо, ни в коем случае, это всегда ваше только дело, вы можете хоть двести детей нарожать, это всегда только ваше, я хочу чтобы вы просто уловили суть, но если у вас есть второй ребенок, вы не захотите родить второго ребенка, еще второго ребенка, потому что ваш мозг скажет, что это невозможно, у тебя уже есть второй ребенок, и ты можешь родиться во двое, но еще второго, когда уже есть второй, ты не можешь родить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы не можете сделать еще то, что у вас уже есть. И это касается абсолютно про все. Вы не можете еще, вы хотите еще поспать только тогда, когда у вас нет сна на его. Вы хотите еще денег только тогда, когда у вас нет еще в моменте здесь и сейчас а и вот это вот еще если вы глубже заглянете вот это вот позиция еще она есть всегда у вас здесь и сейчас и вам ее нужно просто прощупать касаемо это денег финансов материального благополучия касаемо это отношений касаемо это знаний информации вообще абсолютно всего как только вы чувствуете он уже на телефоне у меня если сейчас камеру не закроет пока ходит сидеть блин но не очень приятно конечно куда-то я его на полу будет и вот это вот еще она всегда будет ровно в том в той позиции пока вы его не нащупаете вот прямо сейчас это касается материальных благ это касается материальные блага причем блага это не то что хорошо в нашем понимании да а блага это это то что можно пощупать и пощупать мы можем в этом мире абсолютно все это касается какой-то материи либо это касается душой вы душой тоже можете пощупать боль разочарование скорбь радость любовь в это тоже щупаете все и вы это щупаете только лишь той позиции когда вы понимаете что вы есть тотально то плотность в которой вы находитесь и я сегодня встречалась с девочкой и она мне как раз рассказано вот горит мне пришлось мы с ней идем я сына отвела на гитару и мы с ней ходим болтаем нас такая погода чудесная сегодня была и она говорит знаешь горит я удалила зуб один но он уже давно просился удалить и перед тем как я его удалила горит я всю ночь горит каталась по полу будет с дикой болью крит причем боль была такая как тянущая или как она называется такая вот нудная я горит вот этот момент горит вспомнила тебя когда ты рассказывала как у тебя ломила кости я горит вспомнила раковых больные горит которые которые живут с этой болью и горит это настолько это настолько вынесла из этого мира то есть как таблетки не помогали ничего не помогал я горит в определенный момент говорит я настолько стала вышла как бы за за какие-то пределы которые играть я не смогла осознать я чувствовала эту боль я понимала что это я но я была вот всем этим вот всем этим сгусткам как бы за пределами того что есть игре только тогда грит поняла все о чем ты говоришь и это действительно так то есть мы с вами можем находиться в любом мире этой плотности то есть у нас здесь открыто такая уникальная способность в этой плотности в другой плотности там свои другие фишки и здесь в этой плотности открыты нам такие способности что мы можем сделать все то вот абсолютно что нам конкретно нужно это что во сне что на его возьмите любого человека ну с каким-нибудь психологическим отклонением давайте это так назовем да вот и на него иногда смотришь вот я когда практику проходила так назовем да не могу сказать что я прям работала там я не была в штате где были люди с тяжелыми психологическими отклонениями так это назовем и вот на них смотришь наблюдаешь ты понимаешь что от того что с ним происходит больно тебе не им им вообще все равно в каком-то мире живешь у них другой вы вы рядом вы можете держаться за руки вы можете сидеть на одном диване но мир будет он вообще даже соприкасаться в между вами не будет он будет абсолютно разный у вас и вот это вот все происходит происходит и здесь то есть есть люди которые которые самые обычные не самые обычные а большинство давайте так назовем и вот есть большинство людей которые которые видят одну и ту же картинку и эту картинку они видят на на фоне того что им показали то есть им сравнить с другой картинкой они не могут то есть им там где-то в интернете в телевизоре бабушки-дедушки соседи еще кто-то им показали эту картинку и они думают что как бы это такое есть но когда в определенных состояниях в определенных моментах и чаще всего в моментах боли жуткой боли физической или душевной вас выбрасывает за вот этот вот купол социального социального присухи такой да то вы тогда выход вот сюда вот вас выносит вы таки ого а что есть еще и вот это и очень часто вы задержаться не можете и вы потом раз обратно сюда в бутылочное горлышко и обратно засовывать но здесь вы уже существовать не можете потому что вы знаете что все что здесь вот отсюда с этой позиции она она уже она уже сера она уже не интересно она уже бессмысленно без эмоционально а туда вы вырваться не можете потому что вы не понимаете как туда вырваться вас вы вас выдавила ваша боль какая-то боль в девяносто девяти девяти процентах это так состоит не видела я ни разу человека правда не видела чтобы у него было все зашибись все замечательно у меня ведь так все замечательно отдай-ка я еще вот туда пойду и он такой раз и вышел не видела правда я знаю людей которых выщелкивала на не еду вне сна там еще какие-то по физиологическим причинам но я могу сказать что вот на сегодняшний день в лаборатории изучая определенные моменты могу сказать что и там были определенные шаги которые спровоцировали вот это когда человек думает что это вот просто вот ну вот так получилось нифига это все равно что-то предшествовало этому и когда когда я вам говорю что ребят изучайте свое тело и изучайте то что это что это что наши органы нам говорят изучайте то что нам говорит наша кожа наши сухожилия наша наша костная структура она все транслирует то есть вот этот вот мир он еще раз повторю вот все состоит из одного и того же и вот это она просто определен давит вот на этот аватар этот аватар как из бутылки пытается найти вот как бутылку зажимают и вода так и он пытается вылезти чтобы посмотреть а что здесь чтобы потом вот здесь вот сделать так чтобы было комфортно и здесь и это касается вообще всего это касается здоровья это касается осознания это касается материальных благ это все это все едино то есть нет чего-то разного очень часто я слышу то что различные практики различные учения даже некоторые конфессии распределяют ум дух тело разум еще много много всего там мир и какие-то и все вот так вот и порезали но есть же старинная поговорка которую все знают вот это да разделяя властвует ведь вами можно управлять только тогда когда вы разделяете когда вы горите я не тело когда вы говорите я не ум я могу без ума жить когда вы говорите там я там не это я не то но это же проще всего а когда вы объединитесь вы можете объединиться вы стать всем можете вот это вот одно из самых сложных когда невозможно разделить невозможно разделить что духовный человек должен быть обязательно бедным что богатый он обязательно какой-нибудь бестолковый не обязательно это я так утрирую да когда мне говорят что вы в таком состоянии вам вообще зачем вы что-то делаете за деньги вам нужно это делать без денег это то же самое когда говорят что давайте вырубим все деревья ведь на автономии дышать же не нужно а кожа давайте если человек не может не есть давайте уберем всю еду с этой планеты вырубим напрочь но это же не про это знаете про что это когда люди я такая же абсолютно была мне тоже так же было очень мы же с вами собираемся вот в эти вот группки потому что в группах легко что-то сделать в группах легко пойти на лечебное голодание в группах легко не спать в группах легко сочинять какие-нибудь новые проекты что что-то еще делать в группах всегда это легко и когда человек говорит да а вы будет давайте вы будете без денег это делать это говорит о том что я не могу это сделать у меня нет денег я не могу выйти на уровень финансового благополучия давай и у тебя заберем то есть мы с тобой вступим в единый ты вступишь хочешь или нет в мой клуб в мой клуб безденежья потому как если у тебя все ты видишь эти все свои грани потому что ты есть вся эта грань ты не можешь чем-то не пользоваться потому что ты это создал это создано из того же из чего и ты и когда у тебя есть вот эти вот понимание когда у тебя есть понимание что сон и явь это разве разные вещи это просто вторая сторона когда ты начинаешь делать то что твой организм должен вывести ты ему должен дать какую-то передышку это когда ты плывешь под водой на воде под водой на воде то есть и под водой задержал дыхание вынырнул захлебнул воздух задержал захлебнул вот и жизнь точно также она идет то есть пока ты ешь по каким-то своим определенным моментам это опять же не хорошо неплохо просто у тебя такой образ жизни на сегодняшний день и тебе нужно вот в этот момент чтобы остановилась тело а чтобы она немножечко охладилась во сне человек охлаждается ему нужно охладить потому что все вот эти перерабатываются но когда ты уже находишься на другой стадии восприятия восприятия всех процессов восприятия себя что значит на другой стадии это когда когда ты перестаешь себе врать я уже об этом много раз говорю и еще раз повторюсь мне я уже вот абсолютно честный и вокруг меня есть есть и такие люди которые смотришь а у них все хорошо то есть они а я так люблю это солнце я так люблю этот дождь я так люблю эту грязь и я так люблю эти чистые дорожки то есть я все 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 люблю и вот они вот такие люблю 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 и это же про что опять это про вранье да с этими людьми прикольно на них смотришь и думаешь блин все у нее хорошо все она любит вся сияет причем это из этого соткан человек то есть он не он как он как будто бы и не врет не себе и никому то он как будто бы из этого и сделан но это получается что сделал ним невозможно сделать белое на белом ты не поймешь что ты белый пока ты не увидишь что есть что-то потемнее тебя понимаете и когда ты говоришь что все великолепно тогда возьмем самое простое а зачем тебе тогда эмоции чтобы ты понимал что вокруг тебя все великолепно ты должен стать этим великолепием когда ты становишься этим великолепием то тебе не хочется поглощать это великолепие то есть еда еду не ест если в тебе одна любовь тебе не захочется любви еще себе и раздавать ты ее тоже уже не сможешь потому что ты то есть все ты есть любовь люб ты не тебе не нужно раздать любви любовь то есть если у меня две руки и у другого человека две руки я не подойду не скажу ему слушай я готова пожертвовать одной рукой одну руку тебе что у меня как бы так две руки мне еще куда на лук приклеить что ли понимаете и когда ты вот в этом изобилии то ты становишься вот этим изобилием изобилием счастья изобилием горя изобилием радости изобилием грусти изобилием любви разочарование ты всем становишься изобилием всего ты не становишься изобилием так ну-ка давайте-ка список вот здесь вот в правой колоночке все с плюсиком в левой колоночке все с минусиком и вот то что с минусиком нам не надо то что с плюсиком это мое я принимаю не бывает так именно поэтому страдания идут именно поэтому идут вот эти вот боли разочарования потому что ты не можешь принять то что страдание это твой рост это неплохо как у какая-то боль это твоя новая дверь что-то другое этот это твой путь то есть плюсы и минусы их они есть в одном они всегда в одном они всегда в одном футляре в одной упаковке в одной капсуле только лишь потому чтобы эта капсула шла вперед в движении было потому что по-другому ты просто будешь стоять ты расплывешься в раз в разные стороны тебя расхлестает и когда они люди говорят я не могу заработать там какие-то деньги ты не можешь заработать или ты не можешь осознать что в тебе происходит причем происходит в тебе на физиологическом плане в твоих внутренних органах это не принятие процесса жизненного то есть отсутствие материальной базы это не принятие жизненных процессов твоих внутренних органов которые транслируют их на твой аватар внутренние органы дальше идут на твой аватар твой аватар транслирует этого в внешнюю среду и вот чтобы внешняя среда сделалась такая чтобы тебе было комфортно твоим внутренним органам вот туда и нужно заходить а что у тебя с внутренним органом какая у тебя походка почему тебя болит лопатка почему тебя головные боли почему тебя работают так почки почему тебе не нравится плавать либо бегать почему у тебя выпадают волосы почему ты вот это все что вот здесь вот почему ты транслируешь туда ты как будто начинаешь выбрасывать все то есть это знаете из той серии когда вот ты сидишь в доме у тебя у тебя нет денег но у тебя сломалась мебель и ты такой а я щас выброшу эту мебель и ты начинаешь выбрасывать эту мебель а денег на новую нет и ты потом сидишь один в голых стенах и все у тебя все все разломанное выброшено а нового не куплено и здесь точно также твоем аватаре происходит то есть ты не ты видя что у тебя во внешнем мире нет финансов ты начинаешь не не идти внутрь себя что у тебя с внутренним органом почему тебя нет вот здесь финансов ты начинаешь оттуда как бы выбрасывать этот мусор как бы выносить его но мне это и не надо через эмоции там то все так и гниет но ты через эмоции выбросил это все здесь стало еще хуже и ты думаешь блин вот все осознал все где почему не идет понимаете как это работает это работает вообще на все вот так именно поэтому я иду больше опираюсь на науку мне важно как построено наше тело чтобы вам более доступно транслировать что происходит во внешнем мире но это через правду готова в эту правду вообще услышать ведь многие не готовы что они будут делать что ты будешь делать если ты по-честному себе признаешься что у тебя не так тебе же нужно будет это исправлять а это следующий процесс нет такого что-то о это у меня вот так вот сработали почки потому что с мамой было вот это у меня это я это переложила на мужской рот вот так-то дочери я сказала вот это вот и в результате я осталась вот так вот нет это не совсем ты только ты осознал а с этим же тебе еще нужно работать и чтобы ты раз этим еще работать тебе же нужно опять в честность идти а это ребят это самое тяжелое по-честному самим собой и у меня близких людей мало не потому что со мной кто-то не хочет дружить многие хотят дружить но я понимаю что им тяжело они в какой-то степени осознают вот этот момент про что я говорю но вот это вот принять но это прям тяжело тяжело когда тебе в лоб говорят что у тебя происходит а ты не готов это принять твоем мире этого нет в твоем мире кажется что вообще все по-другому все по-иному и вот здесь вот все прекрасно здесь можно подправить здесь можно пойти на компромисс нет нельзя и вот так вот она и бывает всем спасибо ребят и да ребят мы очень глубоко в эту тему углубимся в почему вы не хотите видеть не хотите взять и как перейти до трубе чтобы увидеть взять эти материальные блага которые для вас для вас не для определенной группе людей которую которым вы не относитесь а это все для вас и это мы будем конечно же прорабатывать не проговаривать прорабатывать на марафоне деньги это просто можете это принимать как какой-то там можете принимать можете не принимать без разницы это же ваше насколько вам это интересно мне интересно вам это рассказывать потому что если я не буду рассказывать то про что есть мои знания то тогда зачем каждый делает то что что ему сейчас как бы подсвечивает наверное так бы сказала и когда я говорю что все уникальны действительно уникальные когда я записала даже те ролики про своих детей это еще раз о том чтобы вы просто задумались это не не с позиции хвастовства похвастаться или что-то рассказать а с позиции того чтобы вы задумывались что действительно наше тело это всего лишь смертная капсула бессмертных ген и вы можете ребят не умирать вы можете идти дальше но для некоторых сейчас сложно увидеть осознать что ты что ты можешь быть ты дальше в другом проявлении то есть для вас норма переодеваться каждый день да это как бы норма но я же в своем теле но это маленькая позиция тела а если ты выйдешь за тело и ты будешь уже другие но ты будешь им это уже больше это мы наверное поговорим в клубе об этом про вечность и как раз затронем тему очень часто не задают про людей которым 300 600 лет и больше но я только что с копейками общалась и когда они это что они чувствуют что они видят что они слышат и об этом мы с вами наверное тоже поговорим чтобы у вас было представление как что значит быть бессмертным почему мы это можем ребят ночи всех может чем больше в это углубляюсь причем с научной точки зрения тем больше я вообще офигевая как как мало я знаю с каждым разом познавая вот блин вот столько и поражаюсь блин и я все становлюсь меньше и меньше понимаю что столько всего можно познать донести транслировать только нужно понимание нужно ли она она тем для кого это транслируется ну что ребятки до вторника а в клубе сделаем тему вечность в понедельник всех обняла всем огромное огромное спасибо и за теплые слова